Дети Божьи, Тело Христово. А теперь давайте обратимся к понятию «храм Духа». До сих пор мы усвоили, что Бог, Отец, называет нас Своими чадами, и, соответственно, друг к другу мы, братья и сестры. Что касается Христа, то, согласно Писанию, христианская община есть Его тело, Тело Христово. В отношении же Духа сказано, что мы — храм Святого Духа. Храм. Таким храмом можно считать каждого отдельного христианина. 1 Коринфянам 6, стихи 19 и 20. 1 Коринфянам 6, 19 и 20. Эти стихи звучат в контексте темы блуда и требований от христиан нравственной чистоты. Не знаете ли, что ваши тела — суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога? «И вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляете Бога и в телах ваших». Другими словами, Павел говорит «вы» — святое место. Он выражает это греческим словом «наос», а не «херон». «Наос» обозначает «святилище» — центральную часть храма. Из возможных терминов Павел выбирает тот, который выражает самое святое место в храме. И это усиливает контраст в словах апостола. Может ли совокупляться с блудницей то, что является храмом Святого Духа? С другой стороны, таким храмом служит и христианская церковь в целом. 1 Коринфянам 3, стихи 16 и 17. Звучат эти стихи в контексте обсуждения проблемы разногласий в Коринфе, когда одни христиане заявляли «я Павлов», другие «я Аполлосов», «я Христов». Павел же, обращаясь к данной проблеме, говорит «посмотрите, ведь это все дело Божие». Кто-то культивирует, кто-то насаждает, кто-то поливает, но взращивает Господь. Мы же Его соработники. И уже опираясь на другой образ, Он спрашивает «разве вы не знаете, что вы храм Божий?» И Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Здесь апостол говорит о коринфянах, как об общине. Итак, храм Святого Духа и каждый отдельно взятый христианин – и поместная церковная община. Но также и Вселенская Церковь. Ефесинам 2, стихи 19-22. Ефесинам 2, 19-22. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, вы утверждены на основании апостолов и пророков. Имея самого Иисуса Христа, краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Таково восприятие не одного лишь Павла. 1 Петра 2, стихи 4 и 5. 1 Петра 2, 4 и 5. Эти слова также обращены к общине. «Приступая к нему, камню живому, человеком и отверженному, но Богом избранному, драгоценному и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом». Итак, совокупно, как собрание, христиане также являют собой святое место, которым через Христа Богу приносятся духовные жертвы. Мы храм, каждый в отдельности и вместе, как члены поместной и Вселенской Церкви Христовой. С точки зрения истории спасения, помещая текст в контекст, в рамки обсуждаемой темы, главы, книги, каноны и всей истории искупления, важно следующее. То, что раньше служило описанием некоего физического и географического пространства, материального строения, а точнее географического пространства с имеющимся на нем строением, то есть храмом, теперь описывает нечто живое, нечто развивающееся, верующих, каждого по отдельности и всех вместе. И в их отношении появляются ожидания. Так, причастность к христианству означает принадлежность Богу. Вы взяты в удел для Бога. Вы Его святой храм. 1 Коринфянам 3, 16 и 17. Соответствующим должно быть и ваше поведение. От христиан ожидается чистота. Еще раз вспомним 1 Коринфянам 6, 18 и 19, и тему нравственной чистоты. Итак, принадлежность Богу, чистота. И далее, в контексте 1 Петра 2, стиха 5, в христианских собраниях должно происходить поклонение, когда мы собираемся во имя Христова для совместного богослужения. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok